Чуть позже у нас речь пойдет о скандале на Оскаре, но пока о большом скандале в российском спорте. Федерация хоккея с мячом России созвала экстренное заседание из полкома после матча команд «Водник» и «Байкал Энергия» в Архангельске. Насчет игры 11-9 в пользу «Байкала» никто бы, может, и не обратил особого внимания, если бы не одно «но». Все голы команды забивали в собственные ворота. «Водник» в свои, «Байкал» в свои. Запредельный абсурд, говорят спортивные комментаторы. Антон Верницкий копнул глубже и попытался выяснить, кому это выгодно и не было ли на трибунах какого-нибудь старика Хатавыча. Плохо освещенный стадион, одна единственная камера, ведущая прямую трансляцию комментаторы, пытающиеся объяснить, зачем игроки стараются забить в свои ворота. Такого, признаться, даже в страшном сне не могло привидеться. В этом матче чемпионата России поставлено сразу несколько рекордов. Ни одного мяча, забитого в чужие ворота, зато 20 в собственные. Причем 11 из них на счету одного игрока. Мастера спорта Олега Пивоварова из команды «Водник». Вот сейчас еще один идет, а воротаря вообще нет в воротах. Абсурдность ситуации еще и в том, что в какой-то момент игроки перестают защищать свои ворота и начинают защищать чужие. Иридус пошел нападать на свои ворота. «Водник» защищает. Ужас, я не могу это комментировать. Причину такой антиигры тренеры на итоговой пресс-конференции после матча так и не объяснили. Ну что, я, наверное, первый раз в жизни без комментариев. Я тут, по-моему, комментировать нечего. Не мы это начали. Ну, когда уже начался вот этот цирк, начали уже забивать свои ворота. Ну и мы тут тоже. Я ни в коем случае не хочу обвинять ни тренеров, ни ребят. Мне кажется, это идет все от руководства, наверное, командой. Все дело, говорят специалисты, в схеме соревнований. Для того, чтобы в следующей стадии сыграть со слабым соперником, надо проиграть. Что, собственно, команды и старались делать все 90 минут игры. Судя по репликам комментаторов, подсчитывающих, сколько же еще нужно пропустить, к подобным матчам в отечественном хоккее с мячом уже привыкли. Так, нам надо забить 4 мяча, да? 5 мячей. При этом болельщики, пришедшие на матч никого из спортсменов, да и руководство Федерации хоккея с мячом, так и не остановивших игру, не волновали. Некоторые болельщики даже кассу штурмовали с требованием вернуть билеты. Собственно, их можно понять. Команда «Байкал Энергия», которая в этом матче на проигрыш ухитрилась выиграть, пообещала начать внутреннее расследование. Чтобы команда вот сама себе забивала и радовалась, представляешь? А каково зрителям было на том матче? На официальном сайте команды появилось даже витиеватое извинение. Наша модель поведения на поле была выбрана, исходя из текущей турнирной ситуации. Однако соперник и вовсе отказался от борьбы, а затем начал решать свои турнирные задачи. Виноваты, поддались на провокацию. Приносим вам, уважаемые болельщики, наши публичные извинения. Команда «Водник» также принесла свои извинения болельщикам. Сама же ситуация до боли напомнила историю с футбольным матчем в фильме «Старик Катабыч». В кино результат игры, в которую по сценарию вмешались высшие силы, отменили. Ввиду того, что вся команда убила, внезапно заболела в горе. Судейская коллегия признала необходимым отменить матч. Что же касается хоккея с мячом, то после заявления министра спорта Павла Колобкова, назвавшего игру в поддавки цирком, который наносит удар по развитию этого вида спорта в стране, Хоккейная Федерация уже заявила о жестких выводах. Завтра будет решение КДК. Сразу могу сказать, оно будет жесткое в рамках нашего регламента. И оно будет адекватно содеянным этими деятелями. Причем как одной команды, так и второй. Многие уже высказываются, Иркутск не накажут, Водник накажут. Нет, наказаны будут две команды. Но они эти две команды уже наказали. Болельщиков и всех тех, кто любит хоккей с мячом. К тому же принято решение о переигровке странного матча. В ближайшую пятницу он пройдет в Подмосковье. Антон Верницкий, Первый канал.